Всем привет! Сегодня я хочу вам немножко напомнить о знаменитом шотландском поэте, пультеристе, авторе многочисленных произведений Роберте Бёрнсе. Родился он 25 января 1759 года и умер 21 июля 1796 года. В общем, недолгую жизнь прожил, порядка 40 лет. Чем же он так знаменит? Во-первых, он хороший поэт. Я вот с удовольствием прочитал его тихотворения. В основном переводил Маршак, хотя переводами Бёрнса занимался и Лермонтов, пробовал Некрасов. В библиотеке Пушкина было обнаружено несколько томов Роберта Бёрнса. Ну, во-первых, действительно симпатичное стихотворение. Он был очень популярен у нас, довольно до сих пор популярен, те, кто занимаются поэзией. Родился он в селе, в крестьянской семье. Его мать умерла при родах, поэтому воспитанием занимался отец. Но вскоре и отец умер, и поэтому воспитанием, к большому счету, никто не занимался. Через некоторое время он с братом продал этот вот земельный надел, которых у них были. А он был достаточно большой. Там были конюшни, хлева. Ну, вот они все распродали и переехали в город. Небольшой такой городок под названием Мосгил. В этом городке пути братьев разделяется. Брат Гилберт женится на девушке, становится хозяином одного из трактиров, который через некоторое время очень популярным, потому что был очень гостеприимен. И, в общем, видимо, был добродушный хозяин. Роберта Бёрнс вступает в масонскую ложу. А в то время это было очень популярно. Я специально зашел на сайт масонов шотландских. Действительно, там продают его книги. Сайт достаточно такой, выполнен в трогой такой форме. Но вот я посмотрел, да, продают 3 или 4 книги Роберта Бёрнса. Да, действительно, это увлечение, конечно, масонством. Так вот, вот в этом городке Мосгиле, или Мосгиле, наверное, так вот правильно сказать, выходит первое произведение Роберта Бёрнса. И достаточно такое известное, да, произведение. Джон Ячменное зерно и веселые нищие. А стихотворение, как мне кажется, выполнено в таком, несколько песенном ключе. Наверное, может быть, я вот попробовал спеть. Можно спеть стихотворение, но надо, видимо, петь подволынку. Но через некоторое время он переезжает в Эдинбург. Там начинает знакомиться с персоной высшего света. Почему? Да потому что он набрал популярность среди определенного прослойки населения. И всем хотелось посмотреть на этого человека, который пишет стихотворения, пишет вот эти песни, которые распевались. Вот он знакомится с влиятельными людьми, первым из которых становится Джеймс Джонс. Он, этот Джеймс Джонс, занимался коллекционированием легенд, творений, ну и, в общем, фольклорах Шотландии. Роберт сходится с Джеймс Джонсоном, предлагает объединиться, создать что-то на подобии шотландского цикла. И на свет появляется совместное творение Шотландской музыкальной музеи. Такой сборник мотивов из творений нескольких эпох. Роберт начинает получать небольшие гонорары, потому что эти творения его пользуются популярностью. Говоря о личной жизни Роберта Берреса, он, надо сказать, что он был такой, как вот пишет в Википедии, в различных статьях, которые мне попадались на глаза, он был распутанным и свободолюбивым человеком. И, в общем, действительно, как творческий человек, пользовался моментами славы. У него было очень много служебных романов. Три из этих закончились появлением незаконорожденных детей. В 1787 году он встречает девушку Джин Армор. Интересное созвучие, как будто Джин Амор. Джин, так вот Джин Армор, это первая любовь, которая была увлечена. После непродолжительного романа они женятся, в браке рождается пять детей. Роберт продолжает сочинять стихи на эширском диалекте. С именем Бернса связывают особую форму страфы шестистишья. Говоря о переводах Маршака, надо сказать, что Маршак был избран председателем Федерации Бернса в Шотландии в 1959 году. Хотя некоторые переводы Маршака критикуются как неадекватные, но все же это основной переводчик Бернса. В 1796 году, в июле, Бернс умирает. Умирает 21 июля, а 25 июля похороны, и в этот же день рождается пятый сыр Бернса Маквилл. Высказывается предположение, что одной из причин скоропостижной смерти Бернса, а в общем ему было 37 лет, стало неумеренное употребление алкоголя. Ну вот примерно все из автобиографии. Хотел бы прочесть вам немножко стихотворение Роберта Бернса. Вот первое называется «Любовь». Любовь, как роза, роза красная, Светет в моем саду. Любовь моя, как песенка, С которой в путь иду. Сильнее красоты твоей Моя любовь одна. Она с тобой, пока моря Не высохнут до дна. Не высохнут моря, мой друг, Не рушится гранит, Не остановится песок, А он как жизнь бежит. Будь счастлива, моя любовь, Прощай и не грусти. Вернусь к тебе, Хоть целый свет Пришлось бы мне пройти. Красивое стихотворение. Следующее. Пробираясь до калитки, Полем вдоль межи. Дженни вымокла до нитки, Вечером воржи. Очень холодно, девчонки, Бьет девчонку дрожь, Замочила все ее пчонки, Идя через рожь. Если кто-то звал кого-то Сквозь густую рожь, И кого-то обнял кто-то, Что с ним возьмешь? И какая нам забота, Если у межи Целовался с кем-то Кто-то Вечером воржи. Красивое стихотворение. Еще где-то в пещере В прибрежном краю Горы свою от людей утаю. Там я обдумываю Злую судьбу мою, Злую и угрюмую Мучесть мою. Ложивая женщина, Клятвом твоим Время пришло разлетаться, Как дым. Смейся с возлюбленным, Ты над загубленным, Над обесславленным Счастьем моим. Грустное, конечно, Стихотворение. Стихотворение называется Поцелуй. Важная печать признаний, Обещания тайных нег, Поцелуй, Подснежник ранний, Свежий, чистый, Точно снег. Молчаливая уступка, Страсти, детская игра, Дружба голуби с голубкой, Счастье первая пора, Радость в грустном расставании, И вопрос, Когда же опять? Где слова, чтобы название Этим чувством отыскать? И последнее стихотворение, Которое я хотел прочесть Роберта Бернса, Называется она Босая девушка. Об этой девушке босой Я позабыть никак не мог. Казалось, камнем устовой Терзает кожу нежных ног, Такие ножки бы одеть Цветной софьян или ватлас, Такой бы девушке сидеть В карете, обогнавшей нас. Бежит ручей ее кудрей, Льняными кольцами на грудь, Обрызг очей, Во тьме ночей, Пловцам указывал его путь. Красавица всех Затмет она, Хотя ее Не знает свет, Она достойна и скромна, Ей милей в мире нет. Ну вот и все, Что я хотел вам прочесть О поэте Роберте Бернсе В переводе Маршака. Все, Всем пока, Всем привет, До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова